МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Послание потомкам". Капсулы с письмом для будущих поколений заложили во Дворце ветеранов. Время чистоты. Общегородской субботник состоится 24 апреля, но ангарские студенты решили не ждать и уже начали уборку. И в помощь организму. В городских больницах стартовала всемирная неделя иммунизации. Служба новостей телеканала АКТИС начинает работу в эфире. В студии Наталья Зарубина. Здравствуйте. Послание в будущее. Накануне вечером в рамках старта акции «Георгиевская ленточка» ангарская молодежь, почетные граждане и ветераны Великой Отечественной войны заложили в стену Дворца ветеранов Победа капсулу. В ней сообщение для потомков. Скрыть капсулу должны через 30 лет. О чем ангарчане написали в будущее. В материале Елена Мелит. Традиционный бикалор. Лента цвета дыма и пламени уже давно стала символом доблести и мужества. Впервые эта акция прошла 10 лет назад. За все это время было распространено более 100 миллионов ленточек. Вот эта маленькая ленточка, лоскуток, он объединяет десятки миллионов в нашей стране. Это связь поколений. Это то, что, наверное, делает нас нацией, что делает нас Россией. Для каждого, кто прикрепил на грудь символ Победы – это знак памяти и признательности героям войны. А их в нашем городе становится все меньше и меньше. На сегодняшний день их немногим более 200 человек. А было когда-то 6 тысяч. Поэтому мы не должны забывать. Не случайно в день старта акции «Георгиевская ленточка» в Ангарске произошло еще одно событие. В стену Дворца ветеранов Победы заложили капсулу. В ней два листка. Это послание для молодежи 2045 года от ветеранов Великой Отечественной войны, почетных граждан города и сегодняшней молодежи Ангарска. В эти минуты, когда мы составляем вам послание, приближается Победный май и 70-летняя годовщина со дня Великой Победы. Вы уже празднуете столетие. И это удивительное и торжественное событие для нашей страны. Мы верим, что вас никогда не коснется война. Мы верим, что будущие поколения будут чтить великую историю нашей страны, но никогда не испытают тех бед и лишений, что выпали на долю их предков. Бережно хранить память о Победе, оберегать город, чтить старшее поколение. Эти ценности завещают люди сегодняшнего дня своим потомкам. Из рук в руки капсулу с посланием передают от молодежи к ветеранам. Когда мне станет 43 года, я обещаю всем людям, что я приду на это то же самое место и открою капсулу и прочитаю те строки, которые находятся в этой капсуле. Очень строгательно, радостно присутствовать сегодня при такой знаменательной дате. И в свою очередь обидно за то, что не придется услышать эти слова в 45-м году. Я вам жизнь завещаю, что я больше могу. Завещаю в той жизни вам счастливыми быть и любимой отчизне дальше честно служить. Под аплодисменты зрителей послание было упаковано в специальную капсулу и замуровано в стене. Теперь на этом месте, на фасаде здания, установлена табличка. В завершение мероприятия всем присутствующим вручили георгиевские ленточки. В Ангарске полным ходом идет подготовка к празднованию юбилея Победы. К украшению улиц и домов подключились предприятия и активная молодежь. Как преображается наш город к 9 мая, расскажет Яна Попова. Гришкевич, Станишевский, Пурас, Дронов, Носоченко. Эти и другие имена ангарчан, ветеранов Великой Отечественной войны, теперь можно увидеть на восстановленных стеллах у Третьей музыкальной школы и Ангарского городского суда. Их портреты горожане рассматривают с большим интересом. Читают биографии фронтовиков. В этом году усиленная подготовка к 70-летию празднования Великой Победы. И украшены все улицы, прилегающие к мероприятиям. Это музей Победы, и площадь Ленина, и площадь возле ДК Современника, и территория, прилегающая к дворцу спорта Ермак. В украшении города задействованы три бригады подрядной организации, в их числе молодые предприниматели. Магазины и торговые центры к юбилею оформили свои витрины. Как выяснилось, горожане внимательно следят за тем, как преображается город к празднику. Красивый город, еще бы чище был бы, везде бы убиралось, вообще бы был хороший город. И вообще он хороший, он мне очень нравится. На сегодняшний день почти все главные улицы украшены. Растяжки и плакаты можно увидеть на улицах Горького, Карломаркса, Коминтерна, Чайковского и многих других. На оформление ушло более 10 километров флажной ленты и около 100 конструкций, размещенных на столбах. В будущем они будут использованы для других праздничных мероприятий. Растяжки, баннеры, флажки в свете триколор, плакаты с изображением ветеранов и символикой победы теперь будут украшать наш город. Подрядчики планируют закончить монтаж 26 апреля, а уже 9 мая Ангарск встретит главный праздник страны во всей красе. Яна Попова, Михаил Тырышкин, Владимир Селиванов. Местное время. Чистый город, единый город. Уже не первый год студенты Ангарского вуза, отложив в сторону учебники, выходят на весенний субботник. Этот год не стал для них исключением. Не дожидаясь общегородской акции, ребята привели в порядок одну из городских улиц нашего города. На студенческой уборке побывал и наш корреспондент Павел Козлов. Сегодня более 100 студентов АГТА вышли на улицу Алешина, чтобы привести ее в порядок. А за день до этого уже убрали от мусора территорию возле своего учебного заведения. Каждый год выходили на субботник, начиная со школы, даже в год несколько раз выходили. И вот в этот раз, этот год тоже не исключение, и мы вышли на субботник всей группой. Я считаю, что каждый ангарчанин должен прийти и убраться в субботник, потому что, ну, жить в грязи как-то, я думаю, не очень. Перед началом студенческого субботника ребятам выдали мусорные мешки и перчатки, которые выделила администрация города. Студенты разделились на группы для более эффективной уборки. В этом году молодые люди увеличили площадь прибираемой территории. Положительный пример активная молодежь подала и обычным прохожим. Завтра общегородской, скорее всего, пойдем. И не один. И не один. И город надо, как бы, поддерживать в чистоте, все-таки следить за порядком. А кто так сильно там будет убираться? Конечно, субботники, хорошо. Уже завтра, 24 апреля, состоится общегородской субботник. Ангарские организации, коллективы предприятий и активные жители выйдут на улицы, чтобы привести их в порядок. Присоединиться к общегородской уборке может любой желающий. Павел Козлов, Дмитрий Новопашин. Местное время. В пятницу 24 апреля с 9 утра до часу дня в помещении пенсионного фонда, что в 49-м квартале пройдет день открытых дверей. Где должники, индивидуальные предприниматели, должники, физические лица могут узнать о своей задолженности, оплатить ее на месте. Также будут присутствовать сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Граждане могут обратиться к ним со всеми интересующимися вопросами. На сегодняшний день по информации первого отдела судебных приставов сумма долга ангарчан перед пенсионным фондом превысила 50 миллионов рублей. Штраф до 4 тысяч рублей грозит тем, кто сжигает на своих дачах или в лесу мусор или сухостой. Напомним, что в регионе действует особый противопожарный режим. С 14 апреля ангарские пожарные более 50 раз выезжали на тушение таких поджогов. С данных выездов, получается, из 51-го три гражданина привлечены к административной ответственности, то есть были сразу по факту выявлены виновники. При этом были оштрафованы к административной ответственности привлечены. И по 48 случаям у нас возбуждены административные расследования. Штрафы заплатят и руководители нескольких садоводств в Ангарском районе, где были выявлены самовольные палы травы и мусора. Накануне в гаражном кооперативе МАЭСК-3 сотрудники ангарского отдела наркоконтроля задержали 36-летнего мужчину. Он хранил в смотровой яме своего бокса полтора килограмма марихуаны. С 79-го года рождения работал сварщиком на одном из предприятий города. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Проводится дальнейшее следственное оперативное мероприятие. Ангарчанин ранее уже был судим за незаконное хранение оружия. Как признался сам задержанный, траву он собирал для личного употребления. 24 апреля стартует Всемирная неделя иммунизации. Ангарские медики призывают горожан проверить себя и своих детей на наличие прививок, указанных в национальном календаре, и ликвидировать пробелы. Ольга Дерибера продолжит. Благодаря иммунизации многие инфекционные болезни стали редкими или исчезли практически совсем, сообщила на брифинге врач иммунопрофилактики Галина Нижегородцева. Между тем, это не повод совсем отказаться от прививок, ведь смертоносные вирусы перемещаются из зон неохваченных иммунизаций. Так, в национале календарь прививок по эпидемическим показаниям в настоящее время дополнительно включены вакцины от 12 болезней. А в прошлом году его пополнила прививка против пневмококковой инфекции. Прививка очень актуальная, прививка очень нужная, потому что заболеваемость пневмониями у детей высока, и более того, нередки летальные исходы, то есть тяжесть течения пневмонии у каждого ребенка достаточно серьезная. Против пневмококковой инфекции в рамках Всемирной недели иммунизации будут привиты малыши, рожденные в 2014 году. Надо сказать, что все прививки, обязательные национальным календарем, врачи проводят бесплатно. А вот вакцина от гемофильной инфекции, поставить которую медики советуют перед поступлением ребенка в детсад, и ротовирусной диареей пока производится по желанию, а значит за счет родителей. Прививки в рамках национального календаря можно поставить во всех городских поликлиниках после консультации с участковыми терапевтами и педиатрами. В городской больнице, детской больнице работает горячая линия вакцина-профилактика, позвонив на которую можно будет проконсультироваться с врачом иммунопрофилактики. Ангарские лечебные учреждения в полной мере обеспечены всеми необходимыми вакцинами. Ольга Дилибера, Владимир Селиванов, Местное время. Пять минут для мамы. Такую акцию впервые организовала общественная организация «Дети-ангелы». Сегодня она объединяет около 40 семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. За помощью активисты обратились к руководителям предприятия общественного питания. Кондитерские и пекарни откликнулись и теперь будут предоставлять для акции по три пирожных в неделю. Таким образом, мама ребенка-инвалида может отвлечься от забот и полакомиться сладостями. Акция «Пять минут для мамы» она для того, чтобы доставить удовольствие, наслаждение и чтобы мамочки забыли о своих проблемах хотя бы на пять минут. Мы договорились с тремя пекарнями. Свои пять минут наедине с пирожными уже получили более десяти мам. День земли отметили 22 апреля юные ангарские экологи. Воспитанники экологического отдела Дворца творчества детей и молодежи, а также волонтеры ангарского зоопарка каждый год стараются провести эту дату по-особенному. На сей раз школьники приняли участие в конкурсе рисунков за чистый город, занимались серегами и посетили террариум. Сегодня день земли. Мы сегодня занимаемся, ну вот, рисуем и делаем поделки из бумаги. Еще выступаем с докладами, презентациями и видеороликами. Я нарисовала вот такой улыбкой природы. Вот я случайно так получила, что два дерева, вот так вот радуга и получилось лицо. Рисунки, я думаю, получились у ребят замечательные. Затем они прошли также конкурс, участвовали в конкурсе поделок из бумаги и сделали животных. И мы нацеливали их, что мы пополняем с вами, ребята, нашу планету, чтобы они были рачительными, заботливыми хозяевами нашей земли. В тот же день школьники защитили свои научные проекты и представили видеоролики на экологическую тему. В преддверии 9 мая утренний телеканал «Новый день» запускает праздничную акцию «Поздравь ветерана». Принесите в редакцию фотографию участника боевых действий или труженика тыла, расскажите о его заслугах и составьте текст поздравления. Материалы также можно отправить по электронной почте newdaysobakoaktistv.ru Ваши теплые слова обязательно прозвучат в эфире утренней программы. Все подробности можно узнать по телефону 52-25-00. Какое событие дня было самым важным решать именно вам? Заходите на наш сайт, оставляйте комментарии, предлагайте темы, задавайте вопросы. А на сегодня это все. До встречи!